Автомобили без водителей, банки без банковских работников и гандровые крамы без продавцов. Это уже не фантастика, это реальность. По коль, правда, такие факты не вельми распространенные, а не обходно быть готовым до того, что утки и не станут массовыми. Распространщики декрета, лечить, что не депрось пять годов, наше житё изменится принципово. Лечить бывают технологии, выйдут на такие узровень, что не обходности у многих, если недавно за потребованных профессиях, больше не будет. Нарада у Гомеля перша у своем роде. По осудностях, это спроба реально уявить, что чекая громадства в ближайший час. По этой причине на посаджение запросили представников парка высоких технологий, промысловых предприемцев, банковских установ и ведущих IT-компаний региона. У Вогули тут покой шмат пытаний, которые потребуют своего ворошения. Декрет предуглежит приоритетное развитие для 40 видов новых на керунку деятельности, шмат, которые в Беларуси покой не иснуют. Что до речи, мая на увазе довольно значная корректировка научного процесса, причем не только в ВНУ, уже зараз пропонована специальная программа программирования, которую школьники могут выучать с другими классами, что в свою очередь дать мягчимость уже с такого взрослого начинать подготовку специалистов для работы в принципово новых экономичных реалиях. Во-первых, появятся новые рынки, то есть это будут рынки беспилотного транспорта, это будут рынки умного земледелия. И поэтому здесь у нашей страны есть возможность создать, в связи с тем, что у нас очень хорошо развита IT-отрасль, мы можем именно, не то что возглавить, но мы можем создать определенные производства, которые будут участвовать на этих рынках. Второй вопрос, у нас сегодня цифровая экономика приведет к появлению новых цифровых продуктов. Цифровые продукты – это такие продукты, как программное обеспечение, 3D-модели. То есть это все то, что у нас сегодня уже делают успешно программисты. Миноваты программисты станут, беда, самыми запотребованными специалистами. Плюс гэты профессии еще и в том, что они могут выполнять свою работу с любой крупки света, в том, как в составе международных корпораций. Я еще одно питание, какое потребует принципово новых подходов в окрыстании криптовалюты. Сегодня ее оборот дозволен на маль 80-ти краяных света, хоть при этом есть и обмежевание, связанное в первую очередь с максимумными финансовыми толчинствами. В оселяхе мрази в ближайший час отчинное предприятие разлики за поставленную театрную продукцию в виртуальной валюте проводить не будут. Олег, это не значит, что о немахчивости не требует ведать. В целом перспектива есть. Нужно четко понимать, что криптовалюта – это просто одна из воплощений, одна из реализаций технологии блокчейн. А блокчейн – технология, как многие специалисты утверждают, очень перспективная. Иногда ее сравнивают, что иногда связывают возникновение блокчейна, изобретение технологии блокчейн с появлением интернета по масштабу, который он может оказать.